Ха-ха-ха-ха, что? Эй, смотри, птичка! Привет, птичка! Птичка, показывающая нам факт. А шо не так-то? У меня больше деталей нет, в смысле? Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрёшь? Не-е-е! Никто не говорил, что сегодня кто-то умрёт! Опа! Чпоиньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстр, и сегодня мы с вами начинаем проходить новую классную сюжетную игрушку, которая называется Little Misfortune, или же Маленькая Неудача. Игрушка легендарная, игрушка очень классная, с офигенной рисовкой, просто невероятно крутым сюжетом. И она имеет крайне положительные отзывы в Steam, вышла в 2019 году, и это игрушка от разработчиков такой игры, как Friend Bow. Возможно, многие, соответственно, из вас о ней слышали, либо о Friend Bow, либо об этой, либо возможно, об этих двух игрушках, но в любом случае, будем играть, будем погружаться во всю эту историю, которая реально просто, мне кажется, к финалу заставит тебя просто испытывать различный спектр эмоций. Эти разработчики реально известны тем, что они, во-первых, очень красивые, создают визуальный неповторимый стиль, так еще и очень круто делают акцент на самом сюжете, который, казалось бы, вот ты смотришь на это главное меню, такой, ой, ну сейчас что-то детское, какая-то фигня. Нет, здесь будут подниматься такие взрослые темы, важные очень, которые мы с тобой будем переосмыслять, в которых мы будем совершать выбор, и реально должно быть все очень круто, но перед началом я тебе прочитаю вообще описание, что, соответственно, разработчик пишет о своем детище в стиме. Little Misfortune – это интерактивная история, основное внимание в которой уделено исследованиям и персонажам, одновременно темным и милым. История, в которой ваш выбор имеет последствия, то есть тоже своеобразная новелла, как мы с тобой в «Зайчике все дело и видели». В главной роли неудача Рамирес Эрнандес, восьмилетний ребенок с богатым воображением, который ищет приз – вечное счастье, чтобы подарить его своей маме. Во главе со своим новым другом, мистером Голосом, они отправляются в лес, где раскрываются тайны и случаются неприятности. Короче, я очень надеюсь, что то, что тебе зайдет данная игрушка, то, что ты будешь смотреть данный летсплей, мне будет очень приятно, если мы с тобой будем минимум набирать по 100 лайков на, соответственно, вот этих вот сериях, поэтому обязательно влюбив большой политефект, напиши в комментариях что-нибудь интересненькое, что-нибудь в поддержку, напиши в твой любимый цвет, что ты кушал на завтрак, либо просто кодовая слоучпоинь, потому что я всеми силами надеюсь, что сейчас вот на канале выходит, соответственно, реакция на фильм по «Зайчику», и мы с тобой будем все это дело красивенько чередовать, смотреть, плюс еще не будем забывать про наш хаус-флипер замечательный и все такое. Новая игра и поехали. Просто разнос, реально, я в предвкушении нахожусь в таком, что пипец. Я обожаю подобные игры, максимально незамысловатые, но классные. Так, мы видим смерть, мы видим лиса. Смерть показывает на какое-то надгробье. У нас идет такой вот небольшой мультик. И... А мистер Лис-то у нас нарвали, сабузяка ходит по лесу. Красавчик. То есть он помогает, получается, смерти в ее каких-то делах. Снимаем наушнички. Шишка вон спит, смотри-ка. Здесь много всяких шутеечек будет. Игрушка прям, ну, реально топ. Так, с надгробью у нас внезапно активировалось, шишка сразу же ушла. И оно раскололось. Слушай, мне кажется, смерть будет очень недовольна данным поступком. Она вроде сказала ему что-то либо ухаживать за этим надгробьем, либо что-то. А у нас даже открылся портал, ничего себе. И мистер Лис у нас туда заходит. Окей. Собственно, вот такое вот небольшое предисловие у самой игры. И тут мы с тобой уже попадаем в мир нашей маленькой неудачи, которая проживает вот в таком замечательном домике. У нас висит какой-то странный рисунок. Добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Так. Пройди ее до конца и получишь приз. Окей, будем стараться. Ля, рисовка балдежная. Очень мне нравится. Но мы приз-то хотим получить. А вот наша главная героиня. Здравствуй. Играется куколки. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас. Немного блесток для тебя и немного для меня. Такой милый голос у нее. Печально то, что сегодня день, когда она умрет. Знаешь, я тебя слышу. Ты слышишь? Ты в моей голове или что? Ну... Ну, хорошо. Да. Хорошо. Я буду звать тебя мистер голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Не. Никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Действительно. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо, по рукам. И тут хоп, и психодейтик. Замечательно, потрясающе. Готовы сыграть? Да. Твое первое задание покинуть дом. Хорошо, я сделаю это. Так, мы с тобой играем на джойстики. Мы такие современные балдежные, ходим, смотрим. Для взаимодействия нажмите... А, окей. И это у нас, у нас, точнее, наш мистер Лис Бенджамин. Так, смотри, я нарисовал рисунок, иногда я вижу этого Лиса за окном. Я зову его Бенджамин. Батон. Он очень милый лис. Фу, меня мало интересуют лисы. Ну, ладно. Так, это мы с тобой уже только что видели, что у нас еще есть? Это у нас такой шалашек. Смотри, это мое тайное убежище. Впечатляет. Но зачем тебе тайное убежище? Так, время-то непростое. Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних предальних странствиях. Ясно. Угу. Это Бабси, страж тайного места. Видишь его глаз? Он получил это, сражаясь с монстром. Монстром? Монстром? Звучит страшно. Так и было. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Хе-хе-хе. Так никому же читать нельзя, в смысле? Такс. Я такая милашка. Это все ты нарисовала? Ага. Мне нравится играть со своими игрушками, я люблю с ними разговаривать, потому что это весело. Но мы сделаем вид, что это не мы прочитали, просто нам кто-то рассказал. Привет, дневник. В школе я рисовала, а дома, пока я пряталась в своем тайном месте, и разговаривала с Бабси, я кое-что заметила. Я увидела, как в мою комнату вошел лис. Его зовут Бенджамин, кажется. Так, Бенджамин, смотрим. Бенджамин. Ох, этот лис. Да. Привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно, я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, то она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Никто не учит меня, как правильно чувствовать. Хотела бы я, чтобы в школе нам рассказали, откуда берутся чувства, но только чтобы серьезно. Без сказок. Да уж. Ничего себе ты понаписала. Рвота любви. Вот что это. Нормально. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Она у нас с него влюбилась. Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить, но в хорошем смысле. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Мне не нравится, когда папа бьет маму. Привет, дневник. Мой папа ударил маму. Это нормально? Я должна быть людей, которых люблю. Не думаю, что это правильно. Может, папа не видит, что причиняет боль и мне, когда бьет маму? Я обещаю, что никогда не стану такой, как мой папа. Сегодня я играла и воображала, что полетела в Японию на самолете. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец. Он любит суши. Суши. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно, когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга. Это сбивает с толку. Но он мне нравится. У него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хиро, и он привидение. Я нарисовала ему картинку, но так и не отдала. Это Хиро. Это Хиро. Мой японский друг. Он призрак. Блёстки. Мне нравятся мои блёстки. Привет, дневник. Смотри, у меня есть блёстки из школы. Они супер блестящие, мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я не думаю, что Санта существует. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. А блёстки потрясающие. Начинаю думать, что всё вызывающее грусть или злость можно посыпать блёстками и сделать красивым. От таких мыслей мне менее грустно. Я нарисовала красивый рисунок, видишь? Капец, у нас вся серия первая уйдёт на то, что мы читаем дневник. Я его ещё и раскрасила. Потрясающе. Привет, дневник. Я ходила собирать помидоры с моей бабушкой. Пахло очень приятно. Я видела бабочек и других насекомых тоже. Я съела два помидора и объелась. Ага. Следующий рисунок. Привет, дневник. Я каталась на своём трёхколёсном велосипеде на нормальный нет денег и смотрела прямо на солнце. Но трёхколёсный ещё нужен детям для того, чтобы они научились держать баланс. Поэтому в этом тоже есть смысл. После я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. И такое солнышко у нас улыбающееся. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере и видела птиц в небе и рыбу в воде. Я чувствовала попой тёплую воду. Хе-хе-хе. Я пописала в озеро. Стало очень тепло. Хе-хе-хе. Нормально. Привет, дневник. Как ты? У меня тоже всё хорошо. Я должна сделать домашнее задание, но я не могу перестать думать о Бенджи меня. Я нашла фото, где я маленькая. Как быстро летит время. Торт выглядит вкусным. Ха, взгляни на это фото. Я была таким ребёнком. Очень мило. Теперь я такая леди. Я маленькая леди. Вот кто я. Идея для костюма на Хэллоуин. Леди-лисичка. Хе-хе. Прикольно. Я люблю свою раскраску. Как поступить с раскраской? Взять раскраску с собой, оставить раскраску Бабси. И вот у нас с тобой тот самый выбор. Нет, мы с тобой, конечно же, берём. Если можно что-то взять, мы обязательно это берём. Ну, не всегда, конечно. Я возьму её на случай, если мне станет скучно, хорошо? Конечно, отлично. Так, раскрасочку мы с тобой залутали. Отсюда можем выходить. Всё посмотрели. И, я так понимаю, выходим из комнаты? Так, а тут у нас чё? Смотри, я сама сделала эти бумажные куклы. Это Кимберли, а это Стивен. Они путешествуют и сражаются с суперзлодеями. Прикольно. А это? Мои блёстки. Может, тоже возьмём? Ну, вроде нет. Нажмите Y, чтобы бросить блёстки. Ага. Хе-хе-хе, прикол. Такс, хорошо. Это наш шкаф. Однажды я видела здесь монстра. Я показал ему палец, и он больше никогда не возвращался. Хе-хе-хе. Туда его. Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмёшь с собой? А ещё убираем. Могу я взять обе? Нет. Выбери только одну. И это полюбово на что-то повлияет. Помню, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Такс, окей, чё убираем? Ладно, я выбираю. Единорог или камень? Хе-хе-хе. Нихрена выбор. Камень это игрушка для неё? А, ну да, вон он справа стоит. Блин, слушай, есть ощущение, есть ощущение, что камень пипец, какая классная игрушка, и он нам может пригодиться. С другой стороны, единорог тоже что-то такое волшебное. Ну, смотри, у нас есть глиттер, у нас есть блёстки. Соответственно, зачем нам ещё вот эти все радужные приколы? Я считаю, надо брать камень. Поехали. Я выбираю камень, который папа однажды в меня бросил. Интересный выбор. Да, я назвала его Стоунем, потому что он Стоун, камень. Понял? Камень по имени Стоун. Это очень умно. Спасибо. Ля какой. Окей. О, и чтобы ты знал, я люблю сыпать блёстки на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам! Счастья всему! Окей. Так, и мы с тобой покидаем комнату. Эй, ты, по другую сторону экрана. Помнишь, я сказал тебе, что она умрёт сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете. Хорошо? И вон Лис у нас пошёл в окошечке. Окей. Блин, мне уже нравится. Мне капец как нравится. Я прям сижу и балдею. Это бабушка. Она тоже носит подгузник. Ты всё ещё носишь подгузник? Не, это было сто лет назад. Окей. А чё у них все такие страшные с белыми глазами? Удерживайте РТ и стик, чтобы бежать. Ээээ... Ты аккуратно! Хорошо, не падай, не падай! Лови! Столько времени было! Проклятье, она разбилась! Это был прекрасный пример, причины и следствия. Побежали и пипец. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся. Ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Так, а вот эту мы картину не посмотрели. Мама сказала, что вышла замуж за папу, потому что она ждала меня. Она хотела сделать аборт, но это нелегально и противоречит закону. Что, по сути, одно и то же. Да. Так, ваза. Может, я смогу ее починить? Починить разбитую вазу, оставить как есть. Так, чиним. Раз уж мои ногатели, извините, я надо исправлять. Я сделаю это. Я делаю это. У-у-у, поехали. Так, как это брать? Ага. Такс, ну это я сразу вижу вот сюда. Нет, немножечко. Немножечко вот так. Вот хорошо. Я профессионал. Такс, это очень сложно. Нужно брать что-то по рисункам. Такс, это, возможно, идет куда-то вот сюда, конечно же. Очень похоже. Замечательно. А тут у нас цветочки. Цветочки идут куда-то, наверное, вот сюда. Это, кстати, удобнее делать на мышке. На джойстике это что-то перебор. Такс, это у нас вот сюда. Так будет быстрее, явно. Так, это у нас сюда. Это у нас цветочек, я так понимаю, вот сюда. Тихо, не то взял. Окей. Так, подожди, не понял. У нас как будто что-то не хватает, да? Нам реально что-то не хватает. Может, это куда-то сюда вставить нет? Да нет, оно вот идеально ложится, как будто. Или нет? Смотри, у нас осталось три детали, по сути. Вот это хорошо подходит. Да? Да. Это мы ставим вот сюда. Ну вот, рисунок создается уже. Это сюда подходит. А это сюда. И чё? И цветочек. А шо не так-то? У меня больше деталей нет, в смысле? Или мне должно хватить деталей? Да ладно. А, реально. Мне должно хватить всех деталей, ты прикинь? Звездец. Ну, профессионалы мы с тобой. Гончарных дел мастера, конечно, так. Может, я смогу обучить? Так я же только что это сделал. Всё заново. Да ладно, серьёзно? Серьёзно всё? Да вы чё, угар... Я думал, что я всё сделал, в смысле? Вот звездец же подстава. Так, ладно. Это сюда. Это сюда. Там нужно было, наверное, чтобы всё как-то щёлкнуло. Ага. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас всё прям щёлкнуло идеально. Ваза просто как новая. Вот. Я сделал это. Причина, почините вазу. Отлично. Больше так бегать и носиться не будем. Ээээ... Что у нас здесь? Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Ну, не всегда. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала, пив пап своей маме и папе. Потом её родители умерли. Ей было так грустно. Охренеть. А вот и жесть начинается потихонечку. Пив пап сказала, да? Ей было так грустно. Хорошо, мы с тобой пришли на кухню. Фу, здесь пахнет сигаретами. Да, мама курит. Да, это моя мама. Осуждаем, я алкоголь и сигареты. Ещё она очень любит пить сок. Ну что ж, ты готова выполнить своё первое задание? Готова. Я намерена получить этот приз. Это не сок. Это компот. Зайцы. Фу, снова мёртвые кролики. Когда уже папа поймёт, что они мне нравятся живыми? У нас зайчик с тобой и там, и тут. Так, супчик. Мама, какой ужасный запах, что это? Мёртвые животные, вот что это. Ой, ужас. А, это может быть уже да, кошелёки. Да-да-да. Ясно. Так, выходим. Нажмите Y, чтобы бросить блёстки. Поехали. Ну это вроде ничего не даёт. Так, а что у нас здесь? У нас был чудесный ужин вчера. Мама не была сильно пьяной, а папа сказал мне привет. Как мало нужно для счастья, да? Когда я вырасту, я хочу стать как моя мама. Такой же любительницей пить сок. Не надо к этому стремиться ни в коем случае. Это сегодня. 11 октября, окей. Выходим. Сказать маме, что ты уходишь? Ну давай предупредим, как хорошая дочка. Я пошла поиграть, мам! Ам! Ну, маме пофиг, да. Добрый день, утром! Сейчас полдень, неудача. А, хорошо. Доброго полудня, утро! Ам. Угу. Окей. Так, смотрим, что у нас здесь. Ворон, вон такой важный ходит, значит, шланг. Эм. Помнишь Пенджамина, лиса? Здесь я его впервые увидела. Он прятался в мусорке, когда мы встретились с Глядом. Было очень напряжённым. Да, ты уже говорила мне об этом, лисе. Лисам нельзя доверять. Они все преступники. Действительно. Что? Лис преступник? Это глупо. Не, ну так-то да. Так-то он как бы... Лис, лиса, плутовка. Здесь часто спит папа. Когда мама его выгоняет, или что? Папа? Окей, котейка. Котейку можно приласкать. Привет, киса. Сюда, иди. Иди, киса. Кись, кись, кись. Ой. Такая злая. Киса, не уходи. Киса ушла. Проклятие. Мне никогда не удаётся погладить милых животных. Но они могут быть ещё глохастые, поэтому... А могут быть ещё и бешеные. Это вообще жесть. Ну, вроде как на кошек бешенство не распространяется. Но... Какие-нибудь другие зверюшки. Там те же бродячие собаки, это вообще жесть. Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры неудачи. Так, слушаем. Хорошо. Запомни. Во время своего путешествия ты сможешь выбирать. Ага, выбирать. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо, только последствия. Окей, окей. Когда ты пройдёшь игру, приз Вечное Счастье твой. Ну, отлично. Я готова. Твоё следующее задание — пересечь эту дорогу. Хорошо. Это я могу. Посмотреть налево. Посмотреть направо. Есть машины? Нет. Ладно, я пошла. Погнали. А что это? Ой-ой-ой, хозяин леса идёт. Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Он был там, я его видела. Там хоть олень, да? Может, это просто твоё воображение? Да, это так. Она у меня очень богатая. Просто продолжай идти, нам будет так весело. Ну, погнали, погнали. Хорошо. Так. Ворон. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача, пойдём. Пойдём. Он, скорее всего, не спит. О, стоп. Там же блёстки горели. Нужно было, наверное, его как-то оживить. Фига, мусяка. Идём, идём, топаем. Чё-то все птицы дохнут. Действительно, она с помощью блёсток сейчас будет их оживать. Всех, да? Kill Monday Games Presence. Хорошо. Над нами тучка внезапно образовалась. Давай тоже блёстками её посыпем, и нормально всё будет. Такая забавная, необычная игра. Так, тучка нахрен снесла дом. Там случился пожар. И это всё из-за нас, потому что мы маленькая неудача. Мы сделали блёсточек. И вроде это вообще не помогает. Хенрик Норман. Спутник упал внезапно. Но заметь, он её не пришив. А, она сделала блёстками, и он загорелся. Либо это просто совпадение. Он пока что там лежал, валялся. Он просто бахнул. И у нас Little Misfortune. Созданная Исаком и Натальей Мартинсонами. Замечательно. Так. Хм, я потратила довольно много блёсток. Ну, дефицит. Надо экономить. Кстати, а где мы? Собачка. Смотри, там пёсик. Привет, пёсик. Какой милый колпак. Сконцентрируйся, неудача. Тебе предстоит сделать сложный выбор, связанный с этим пёсиком. Такой забавный. Так. Помни о последствиях. Хорошо. Хорошо, да. Поиграть или освободить? Эээ, поиграть или освободить. Смотри, его кто-то привязал, так? То есть, опять же, у него ошейник, у него колпачок. Какого хрена его нужно освобождать, чтобы он куда-то убежал, а потом хозяйка его искала 33 недели? Можем просто поиграть. Ну и то, аккуратненько. Я поиграю с ним, и мы приятно проведём вместе время. Хороший выбор. Теперь кинем мячик. У нас есть мячик? Какой мячик? Этот мячик. О, этот мячик. Хорошо. Так, кидаем. На. Ух, нифига себе. Это я так на физре в школе в липо угром. Ой. Пёсик. Что я наделал? Он сломался. Звездец. Мистер Голос, всё, чего я касаюсь, сломается. Что со мной не так? С тобой всё в порядке. Просто бороюсь жизнь несправедливо. Это как-то нужно было жахнуть мечом, чтобы упала ветка. Но я с тобой. Правда? Спасибо. Конечно, печально, что теперь пёсик пропустит вечеринку. Какую вечеринку? Хозяин этой собаки, Джордж, устраивает вечеринку. Думаю, ты должна пойти и рассказать ему о несчастном случае. О каком несчастном случае? А, да, пёсик. Да. Пойдём. Осталось пройти совсем немного. Хорошо. Трындец. Красный мячик, убийцы пёсиков. Блёсочками немножечко. Я возьму этот колпак как символ нашей дружбы. Так, то есть там, где мы видим всё-таки блёски, нужно использовать их. У нас есть колпак, отлично. А я не могу вернуться уже к той вороне, да, которая лежала. Ну окей, теперь будем знать просто. Выгул собак запрещен. Собаками нельзя. А, серьёзно? Ну это вот как раз, я сейчас наступлю, да? Да. А я не мог обойти. О нет, я наступила на собачьи... На собачьи, да. Зачем? Теперь ты и на это наступила. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу блёстки. Это рисовый Путин? Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдём дальше. Да. Что называется, приятного аппетита. Там многие из вас чаёчек, печеньки. Это всё самое то. Так, сладненько. Но пёсика жалко. Пёсик прям тильт. Но опять же, это всё стечение обстоятельств. Потому что маленькая девочка кинула мяч в дерево, кто знал, что гигантская ветка упадёт и придавит бедного пёсика. Итак, неудача. По ту сторону этого озера ты станешь на шаг ближе к призу. Вечному счастью. Что ты это? Забыл переключиться. Вечное счастье, это хорошо. И к вечеринке, так? А, да. Да, и к ней тоже. Ну всё, идём. Так, чё у нас здесь? Знаешь, однажды в этом озере моя голова застряла в полиэтиленовом пакете. Я помню, что засунула и проснулась в больнице. Заснула. Это ужасно. Да, я почти умерла. Не надо засовывать голову в пластиковый пакет. Ой, всё. О, гигантские вороны нас с тобой унесли, охренеть. Летим. Ой, что происходит? Кажется, у тебя большие неприятности, неудача. Да, и не говори. Куда эти птицы меня несут? Понятия не имею. Ты должна что-то предпринять, быстро. Хорошо. Ударить их по шарам, бросить в птиц блёстки. Эээ, блёстки. Хорошо. Мои блёстки сверкают. Значит, если я брошу блёстки птиц, они будут видеть только блеск. Это собьёт их с толку, и они оставят меня в покое. Именно так я и подумал. Звучит как отличный план, неудача. Фигачем. Ладно, вперёд. Атака блёстками. Всё идеально, всё сработало. Правда, фигово то, что мы теперь летим, да. Хотя наше платье работает как парашют, поэтому норма. А, я могу ещё немножко направо-налево делать? Так, ладно. Кажется, это надолго. Мы не поднимались так высоко. Кажется, время замедляется, когда мы в опасности. Я в опасности? Действительно. О! Что? Эй, смотри, птичка. Привет, птичка. Птичка, показывающая нам факт. В очках. А, это была грубая птичка. Короче, вот такие прикольчики здесь очень часто встречаются, как, наверное, уже понял. У меня чешется нос. А нос у меня когда чешется? Правильно, перед каким-то замесом. Почему я не сломала ноги и не умерла? Хм, похоже, ты умеешь хорошо падать. Но это наше суперплатье парашют. Спасибо. Так, идём дальше. Тут можно, кстати, пробежаться. Нельзя. Значит, мистер Голос, вечеринка в той же стороне, что и вечное счастье? Да, конечно, в той же. О, как удобно. Ты подумала о том, как расскажешь новость Джорджу? Про собачку? Да, о пёсике. Конечно. Только если ты хочешь. Ты расскажешь Джорджу о несчастном случае с пёсиком? Да, я бы не стал на самом-то деле. Но с другой стороны... Понимаешь, она ему просто принесёт очень грустную весть. Она не скажет, что это я убила вашего пёсика, теперь меня сажаете в тюрьму. Там, я не знаю, делайте со мной всё, что хотите. Она просто скажет, что вот на вашего пёсика упала ветка. И с одной стороны, да, по чести, по морали нужно поступить так, чтобы рассказать. Но с другой стороны, он и так это заметит. Поэтому вот приносить вот эти вот очень грустные вести... Это вообще пипец. Поэтому давай нет. Нет, я не хочу неприятностей. Я очень хочу потанцевать на вечеринке. Что ж, ладно. Какого хрена пёсик Джорджа был так далеко от вечинки? О, лодка. Привет. Мы уже пришли. Ещё чуть дальше. А, хорошо. Опа. Здорово. О, рыба. Что нам с ней делать? Отпустить, забрать с собой. Эээ... А вдруг пригодится? А вот прикинь, мы непонятно куда отправляемся. Вдруг нам рыба пригодится. Давай заберём. Она тем более сама выпрыгнула, как бы. Я оставлю её. Сейчас бы разбрасываться так в комментарёк. Его зовут Родриго, ему нужно новое жильё. Такой грустный. Интересно, слышал ли Родриго о суше? Это как Родриго, только мелкими кусочками, знаешь? Да-да-да. Родриго лучше об этом не говорить. Такой длинный мост был, офигеть. Окей. Мы с тобой его перешли. И теперь... Заходим в чей-то дом. И вот мы здесь. Дом Джорджа. Я немного нервничаю перед знакомством. Ты справишься. Просто не упоминай пёсика, как мы говорили ранее. Ладно, хорошо. Я буду просто танцевать. Заходим. Тык-тык-тык-тык. Постучать или позвонить в звонок? Эээ... Позвонить в звонок. Там вон, рыбка золотая умерла. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Действительно. Время соценить вечеринку. А, заходим. Так, рыбка. Однажды я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. Но это, в смысле, на спине. Естественно. Так. А, какая красивая фотография. Хотела бы я иметь такую же с мамой и папой. Фига у него отец. Это Джордж модной татуировки. Сын вон в Дэдпуле. Прикольно. Да-да-да-да-да. Я всё по инерции нажимаю на кнопку, думаю, что он сейчас что-то новое скажет, но нет. Ой. Ой! Фантомный сын? Эй. Что такое, неудача? Ничего. Не-не-не, мы его видели. Ты уверен, что это правильный дом? Где вечеринка? Кто-нибудь? И вон та же вор... Прошу прощения, вы Джордж? Я ничего не знаю, ни про какого бёсика, но мне обещали вечеринку. О нет, стой. Похоже, он повесился. Повесил себя как пиньята? Мне ударить его как пиньята? Нет. Неудача, он мёртв. Мёртв? Но на нём пара отличных сапог. Он не может быть мёртв. Логика гениальная. Эээ... А почему? Ооо, понятно. Эй, неудача, кажется, вечеринка закончилась. Давай уйдём. Встретимся на заднем дворе. Джордж, кстати, раз вы умерли, вашего пёсика больше нет. Мне нравился этот пёсик, прощайте. То есть всё, у неё совесть чиста? Можно бахнуть в лёстках? Счастье пиньяте, Джордж. Ну смотри. Каждый раз, когда мы подобные штуки делаем, нам показывают её сердце, которое стучится. И которое, возможно, реально от этого то ли больше становится, то ли что-то. Всё, я здесь. Давай пойдём в лес и достанем вечное счастье. Ну давай. Да. Погнали, погнали. Жесть. То есть мы видели вот этого фантомного его сына, непонятного, а сам он повесился. Капец. Так, идём по лесу. А, я люблю лес. Со всеми деревьями, птицами и животными. Опасными животными неудача. Ты можешь столкнуться с лисой. С лисой? Как Бенджамин? Именно. Но все лисы злые, поэтому смотри в оба. А, ладно. Окей. Раз у нас Бенджамин не такой уж и безобидный, возможно, опять же, по словам нашего диктора, то нужно быть осторожным. А может быть и диктор наш обманывает. Так, кукла Вуду какая-то висит. Что это? Кукла? Всё начинается с пения галки. Кукла из соломы номер один. Всё начинается с пения галки. Загадочки пошли. Так, один. Смотри, цифра один. Всё начинается с пения галки. Это у нас один. В чём дальше? Хм. Интересно. Возьму её себе. Эй, что там у тебя? Ничего. Всё нормально. Ничего мы не подбирали. Никакую галку мы не читали. Опа. Не подходи, неудача. Что такое? Дикий и опасный листок от Бенджамин. Подожди. Я узнаю этот чёрный хвост. Это Бенджамин? Какой чёрный-коричневый? Это неважно. Напади на него прежде, чем он убьёт тебя. Не, я не думаю, что Бенджамин станет меня убивать. Здорово. Привет. Тебя зовут Бенджамин? Какой-то он странный. Хочешь со мной поиграть? А он убежал. Нет, не уходи. Ну вот. Ох, какое облегчение. Мы в безопасности. Давай продолжим играть в мою игру. Ладно. Здесь есть волшебная пещера неподалёку. Тебе нужно её найти. Волшебная пещера? Хорошо. Капец, нас с тобой уже, если так подумать, занесло туда далеко от дома. Похоже, Бенджамин любит рисовать. Это довольно круто. Мне нравится это в лисах. Соберись, неудача. Нам нужно идти дальше. А, хорошо. Идём, идём. Снова вороны. И здесь у нас какие-то очень опасные надписи о том, что не нужно туда ходить, что это не волшебная пещера. Так может... Подожди. Так может быть, как раз сам этот наш голос, диктор, хочет, чтобы мы погибли. Но пока что всё свидетельствует о том, что мы, наоборот, как раз удачливы. О, это та волшебная пещера? Выглядит она не так волшебно. Просто подожди, когда мы зайдём внутрь. Ну да, видишь, он прям нас зовёт туда ещё и ржёт. Мне нравится, как это звучит. У меня есть вопрос. Что значит этот знак? Эээ... Не знаю. Блёстки? Да какие блёстки, нахрен? Ты чё, это камнепад? Ну, как будешь готова? Так, подожди, остаться в лесу можно? Давай останемся в лесу. Подожди, то есть мы могли что-то изучить? Я просто останусь в лесу. Но тогда ты не найдёшь вечное счастье. А, ладно. Подожди, подожди. Если нам игра даёт выбор остаться в лесу, значит, походу здесь нужно что-то изучить. Так, а чё, мы с тобой всё посмотрели? Кисточка есть. А, нихрена себе. А в реке мы сейчас с тобой это бы не сделали бы. Офигеть. И снова он идёт к нам. А, ну, по сути, это просто такая анимашка, которую могли бы и не смотреть. Но посмотрели, это уже хорошо. Так, ну всё. Здесь вроде как больше ничего нет. Соответственно, возвращаемся. И заходим в пещеру. А на самом-то деле, мне кажется, что зайти в пещеру мы с тобой уже сможем в следующем ролике. Вот такая, опять же, получилась первая наша вступительная серия с прохождением этого всего дела. Вроде как мы даже сохранились. На всякий пожарный сделаем сохраняшечку. Сделаем её вот сюда на первый слот. И, соответственно, на этом завершим наш ролик. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. А с вами был Ашда Акстер. Всем хорошего настроения, всем удачи. И всем пока-пока.